Я в парнике. 8 утра. Сейчас показывает 11,5 градусов. Ну, 12, может. Я конвектор убрала, вынесла. Почему? Потому что буду сейчас подкармливать по листу. Во-первых, заметила, что на новеньких листочках, где черная богиня, они были маленькие у меня, когда я обрабатывала по листу, смотрите, из фиолетовой стали. Это означает, что фосфора не хватает, им и магния не хватает. Вот такая история на листочках. Пятнистость такая вот. Поэтому это новенькие только вылезли. И вообще надо учесть, что то, что новое вылезает, оно требует подкормки, потому что все усваивается старым листовым аппаратом, а новенькие они по листу этого не получали. Под корень я не люблю подкармливать сильно, только органикой люблю. А вот химией люблю по листу подкармливать. Больше они не возьмут, чем положено. Ну и вот видите, новые полезли, и вот они. Фиолетовый ствол на некоторых намечается. Вот, сегодня заметила. Поэтому я решила сделать коктейли. Я такие коктейли люблю делать и за раз подкармливать всем. Добавить, а ее у меня нет. Поэтому кальцием подкормлю, скорее всего, чисто под корень и попозже. А может по листу, но попозже, когда куплю кальций. Почему кальций я хочу попробовать? Потому что вот думаю, что это кальция не хватает. Сохнут из-за того, что не хватает кальция. Так, ну что я добавила? Во-первых, лентарную кислоту. Два пакетика. Борной кислоты. Пол пакетика. Пять грамм. Я ему уже добавляла кислоту борную. Подкармливала по листу. Суперфосфата ложечку на 10 литров. Аммиачные селитры тоже добавила немножечко. По листу пусть будет, потому что столько цветов. Пусть наращивают уже. Немножечко пожирнее становится. А то они столько не вытянут, потом мне ломаются ветки. Поэтому в аммиачной селитре в суперфосфате там тоже есть азот. Поэтому я чуть-чуть, не полную ложку. Так как в суперфосфате тоже есть азот. Так, и магния. Сульфат магния. А то я в прошлом видео сказала про медный купорос. То у меня рассыпался и в голове что-то у меня там осталось. Про медный купорос ляпнуло. Сульфат магния. Мне нравится, что там есть сера. Сера тоже борется со всякой заразой. Ну и люблю чем, что еще сюда добавляю фунгицид и фитоверм. Фитоверм чуть-чуть для того, чтобы тоже ничего не завелось. И фунгицид. Это вторая у меня профилактическая подкорка. Последняя вот этим вот дорогим средством. Консента КС. Он для защиты овощных культур, открытого грунта от болезней. Фитовтороз картофеля. Пероноспороз лука. Пероноспороз огурцов. Фитовтороз томатов. Ну вот. Первая подкормка была до цветения. Сейчас вот вторая и все. Больше я подкармливать их не буду. Иначе тоже химия будет сплошная. Так. Ну вот. Такой коктейль у меня получился. Видите? Вот этот покупали мы опрыскиватель весной 2020. То есть ему сейчас 4 года. Я заказала на Вазбрис. Продаются аккумуляторы. Тысячу я что ли заплатила за аккумулятор. Но муж сказал, что еще и старый тянет. Не знаю. У меня ничего не тянул. Я сейчас вот попробую. Если он мне тянуть не будет, я буду очень злая. И пойду за новым. Но в итоге он сказал, что должен работать. Не знаю. У кого нет опрыскивателя, всем советую. Только вот этот большой тяжеловат. Поэтому лучше, если пользоваться кому-то женского рода, покупить не больше 10. Потому что, в принципе, ну 16 тут у нас. 16 это много. Тяжело. Лично мне тяжело. Да и больше 10 я не заливаю. Ну. Сейчас опрыскаю. Пока еще. Ну тут, слава богу, наверное, жары-то особо не будет. Сейчас. Ну как, слава богу. Наоборот, наверное, хорошо было. Была жара. Но жары, я думаю, в наших погодных условиях, когда еще на грядках снег лежит, не будет. Снег не тает. На улице холодно. Но клубничка в парнике, которая у меня там сидит, зато стала себя чувствовать очень хорошо. Я думаю, что тогда она подгорала. Смотрите, я вынесла, чтобы... Вот такой конвектор мне нравится тем, что в него ничего не попадет, никакая влага. И он у меня стоит здесь спокойненько. Я его из дома пронесла. Сейчас он мне там не нужен. Сейчас я вам покажу. Клубничка стала себя чувствовать. Ну ура. Смотрите. Новые листочки прям такие хорошие. Я их тоже опрыскаю сейчас. Ну, прямо здоровые, хорошие пошли. Видно, подгорала она там в жару. Ну, эти неплохие. Я, кстати, тоже прыскала этим средством в предыдущий раз. И сейчас опрыскаю. Хоть и холодно. Ну вот, сейчас покажу. Вот таким образом он распыляет, что мне очень нравится. Конечно, ручным ты так ничего не опрыскаешь мелко. Надо стараться попасть на оборотную сторону листа. На весь листовой аппарат. Со всех сторон. И снутри, снаружи. Поэтому это, конечно, идеальный средство. Ладно, я буду прыскать, а то я сейчас толком ничего не напрыскала. Неудобно одной рукой. Ну, что я за коктейль сделала? Во-первых, вот тут вот мне кажется, что у меня молибденчика не хватает стало. Ну, мне сдается вот так. Это на кабачках. Светлеют прожилки. Здесь, мне кажется, кальция не хватает. Надо испробовать эту версию. А вот здесь вот именно, вот видите, искривление такое, скручивание такое. И это, мне кажется, кальция не хватает. У этого молибдена не хватает. Потом Почему бор добавляю? Верхушки подкручиваются. Возможно, из-за этого не хватает нехватка бора. И поэтому могут еще и листья, эти цветочки не завязываться, отсыхать, а подать. Поэтому бор постоянно добавляю по листу, когда опрыскиваю. Так, что я сделала за коктейль? Говорю, янтарной кислоты. На 10 литров янтарной кислоты добавила 2 пакетика, 8 грамм. Не стала и перебарщивать. Тоже не люблю, когда перебор... Лучше не добор, чем перебор. Потом 5 грамм борной кислоты пол пакетика у меня было. Потому что борную я уже добавляю. И поэтому тоже лучше по чуть-чуть, несколько раз, чем за раз много. Потом я добавила сюда... У меня вот есть раствор зольный. Я делала его специально несколько недель назад. Он у меня стоит. Вот у меня зольный раствор. Я литр добавила туда в опрыскиватель. Потому что у меня сейчас нет кальциевого селитра, а в зале 40% кальция. То есть, ну, вполне возможно, что поможет. Не знаю. Пусть будет. Хуже точно не будет. Палестута. Потом я добавила туда сульфата магния. Потому что магния им нужен. Тут вот на лицо нехватка магния. Фосфора. Вот он тоже. Фосфор им нужен. Молоденькие растут. Им не хватает питания. Поэтому постоянно по листу я опрыскиваю. Кто говорит, что, типа, ну, это ваше дело. Как бы, можете не опрыскивать. Под корень, да. Подкормки не делаю такие. Под корень стараюсь. Только уже совсем совершенно гниль не пошла. Там или еще что-то. И то залой. А по листу уже кальцием. А вот по листу я не боюсь. Да. По листу я не боюсь. Подкармливать лишнее не возьмет. Поэтому ничего страшного. Тем более я чередую. Зольный раствор под корень. А по листу всем остальным. Витаминным коктейлем я это называю. Так. И что еще? Вот сульфат магния. Золу сказала литр раствора. Борная кислота, янтарная кислота. И аммиачные селитры. Неполную ложку столовую. Потому что, чтобы набирали уже, ну, так сказать, помощнее становились. А то сейчас помидорки-то уже пошли. И бычье сердце, например, такое хиленькое. Оно ему надо. Вот понимаете как? Вот, например, эти не набирают, да. Все в цвет, все в плоды. А вот эти вот они еще только начали цвести. Только по две веточки. И они пошли набирать. Вот они какие уже становятся мощные. То есть каждому растению нужен свой подход. Вот одно растение так себя ведет. Рядом сидит вот так себя ведет. Ну, поэтому все индивидуально. Вот этим вот вообще они мощные. Всего хватает. Им ничего не надо. Видно. Кроме вот этих двух. Эти два. Может быть, бор им не хватает. То, что вот верхушки загибаются. Листья как-то так себя не очень как-то они показывают. Все отлично. Только вот эти два как-то по-другому. Ну, вот что, почему, не знаю. Ну, поэтому наблюдаем. Делаем что-то и наблюдаем. Итак, что еще это, Павел? Твост, перемечный селитр, сульфат магния, зольный раствор. Там кальция много. Молибдена. Молибден. Может быть, это вот посмотрим. Поможет. Если здесь нехватка молибдена. Видите, как прожилки какие. Вот они. Прожилочки. И вот такое скручивание. Так что. Янтарная, борная кислота. И поглядим. А, и фитоверма немножечко. Ну, и фунгицид. Вторая профилактическая подкорка. Больше я фунгицидом подкармливать не собираюсь. Только если они у меня загнутся от кладоспариоза, тогда я медным купоросом начинаю добавлять. Медный купорос, он в организм иметь нужна. Ничего тут страшного вообще. Нет, кто боится там чего-то там. Жутих, медный купорос. Мы все умрем. Нет. Медь человеку нужна. Магний нужен. Калий нужен. Нехватка калия. Сердце начинает там стучать. Этеритмия. Там все такое. Нехватка там магния. Сон прекращается нормально. Там просыпаемся сто раз. Нехватка там витамина В. Все крутит, болит. Ну, короче, нервная система выходит из строя. Все как у растений у людей. Ничего тут такого нету. Им тоже нужно... А кто-то говорит, ну в землю. Ну, вносила я все в землю. Что думаете, я не вносила? Все по дозировке, как положено на квадратный метр там. Все вносила. И чего? И где все это? Навоза у меня столько, как в деревне у меня у бабушки. Никаких проблем не было. Да, не было никаких проблем. Но объясняю. Почва другая. Там болото, Тверская область, в лес носили из леса ил. Там земля черная. Плюс там одна мокрица росла у нас. Мокрица и все, и больше ничего не росло. Вон, мокрицу насобирали, в грядках пропололи. И просятам нарубили сечкой. Не травка, а сам бы ел эту мокрицу. Как бабушка говорила, а мы ее, говорит, и ели. Говорит, просят едят, а что ж нам нельзя? И мы ели. А у меня что-то мокрица так вот... Ну, тут вот растет в парниках, а на огороде там одна глина. Калужская область – это глина. Что в глине вырастет? Да ничего не вырастет. Это у нас не чернозем. Да, кто-то, может быть, в черноземе сидит там и говорит, «Ой, химией пользуйтесь, у нас без всякой химии». Ну, у вас – да, а у нас – нет. Нам нужна и... И зола не помогает, и навоз особо не помогает. Потому что я вносила сюда навозы, перла все никак не в себе, но из-за навоза не усваивался калий. Калия надо было добавлять в сумасшедшем количестве. Да и они вообще любят. Помидоры и огурцы обожают калий. Калия много для них не бывает. Я замучилась каждое лето только и подкармливаю. И залой под корень и калий сверху им калийный фосфат. Или как он называется уже? Калийный фосфат по ложке на 10 литров. И только и кормишь, только и кормишь. Они прожорливые. Все это нужно, нужно, нужно. Так что, кто говорит, что химия, ну, пользуйтесь тем, что там написано в описании. В описании написано, как пользоваться. Учите мать часть, как говорится. Там написано, за сколько можно пользоваться, за сколько нельзя пользоваться. Там это антибиотики, поэтому вот сейчас использую. А потом медный купорос пойдет, если что. Без антибиотиков. Один медный купорос. И он, это не химия. Вообще, вообще любой, я хотела бы сказать, что знаете, кто говорит, что химия. Но любой минерал, это что? Это химия. Мы все из химии состоим. Мы все состоим из таблицы Менделеева. Поэтому это сплошная химия. И мы химия, и растения химия. Кто учится, тот знает. Они учатся на биологических, химических факультетах. Это неразрывно связано. Ладно, это я так просто. Просто мне, ну, химия, химия. Ну да, химия. Это в деревне у нас была одна, я помню, зола, навоз. Ну, там и конский навоз, и от хрюшек навоз, и от куриный навоз. Ну и плюс еще, единственное, что у бабушки, помню, лежало, это медный железный купорос. Все. Если там надо было чем-то обработать, полить, вон, стирали мылом хозяйственным, поливали вот этим раствором щелочным. Когда я спрашивала, для чего? Чтобы не болели. Чтобы там не заводилась в них всякая гадость. Сейчас. Сейчас так не выйдет лично у меня. В глине-то в моей. И везде все заражено всякой заразой. И погода такая. Вот сейчас вот. Ну, такая погода, это же стресс. Тут мы сами офигеваем от того, что происходит. А растения вообще вот, я думаю, что в шоке. Поэтому, не знаю, я как-то не сторонник химии, поэтому тоже стараюсь это делать с умом. Но и говорить, что все, я ничего там принимать не буду. Ну, умирайте, когда болеете там вирусом, либо каким-то ОРЗ, или ОРВИ. Ну, давайте, ложитесь, помирайте. Пейте мед. Ешьте варенье там из крыжовника, с витамином С, там, или из чего там. И думайте, что воспаление легких, это поможет. Не поможет. Поэтому, всем, кто говорит про химию, советую немножечко подучиться. Вот и все. Потому что одно и то же средство, одно и то же средство на почве может работать по-разному. Потому что у кого-то щелочная почва, у кого-то кислая почва, у кого-то нейтральная. И вы вносите что-то там все одно и то же, а у кого-то это на ура, а у кого-то все ерунда, я больше пользоваться не буду, мне не пошло. У всех все разное. Просто как-то это, ну, 21 век, ну, интернет есть. Ну, изучайте, читайте. Что, кто говорил, что у меня почва холодная там, вот. Но я же тоже, как говорится, не вчера родилась. Я тоже опытным путем, экспериментами провожу. Каждый год что-то делаю. В том году я решила схалтурить. И когда 6 апреля стала высаживать, или 8 апреля, у меня тут была накрыта все пленочкой, земля была рыхлая, мне не захотелось больше ничего делать. Я стала их высаживать. Я их высаживала, просто лунки делала, заливала, думаю, сейчас залью кипяточком, все нормально. А когда я это делала, у меня руки мерзли. Потому что я лунку выкапывала, лунки от земли у меня мерзли руки в перчатках. Понимаете? Ну, я думаю, ну и ладно, ну и посмотрю, ну и эксперимент. Посадила. Они у меня недели две. А, еще потом, я же подмульчу, вот под кокосовую это делала. А перед этим я делала, как обычно. То есть я землю переворачивала, поливала, переворачивала, поливала, рыхлила, она у меня нагревалась. Вот сейчас парники, это тепло уже. Вот если я сейчас посмотрю, парники, тепло. Уже у меня здесь вот 16 градусов, 17. Сейчас это внизу, это внизу, вон там вот. А когда я стою, здесь явно уже не 16, здесь больше. Ну и первый раз я посадила, я все это сделала. Потом еще накрыла мульчой, и вот они у меня на ура пошли расти. А в том году я решила, это я про мульчу говорю. Я третий год использую эту мульчу кокосовую. А в том году я ничего не рыхлила, ничего вот не делала, как обычно. А вот мульчу положила, вот так вот порезала и в лунчики высадила. Земля была холодная. Они у меня встали, и ни шагу, ни туда, ни сюда. То есть земля холодная, меньше 8 градусов. Они вообще отказались как-то питаться тем, что есть в земле. Они остолбенели. Правда, ничего это не сыграло, никакой роли я получила обычный также урожай, но где-то на неделю позже. То есть на неделю позже я получила где-то в начале июля. Не в конце июня, а в начале июля, на недельку попозже. В этом году я сказала, нет, хватит таких экспериментов. Понятно, что произошло. Я уже землю подготовила, я ее полила, вкультивировала культиватором ручным. Опять кипяточком полила, опять прокультивировала. То есть я перемешала слои, земля нагрелась, тут жара была. Поэтому все нормально, земля нагрелась. Я ее накрыла, естественно, мульчой. И когда стала сажать, я полила опять кипятком, и вся вот эта теплая, все, что там было, оно все там и осталось земле. Поэтому земля у меня получилась 15,7 градусов на глубине. Это на глубине ниже корней. Вот такая вот земля. Плюс мульча прикрыла, все это тепло там держится. Я поливала теплой водой, опять же, все это держалось. Поэтому все растениям нравится. И несмотря на то, что здесь вот может быть и холодновато, корням тепло, они прикрыты мульчой, все хорошо. Как говорится, учите матчасть, товарищи. Они не боятся холода. Вот эти верхушки, если не меньше нуля, а корням тепло, они растут и цветут. Почему они цветут? Да потому что интенсивный свет увеличивается. Я посадила в тот момент, когда все светлее, светлее, ярче, ярче солнце. Поэтому они цветут и завязываются. Когда они у меня не будут завязываться, это летом. Когда здесь жара у меня в парнике, почти 50 и выше градусов. Они у меня стерильные становятся вот это вот пыльца. И они не завязываются. У меня уже несколько там отвалилось, потому что были температуры больше 55 градусов. Уследить, открыть вовремя иногда не получается. Никого нету. А по статьям, если почитаете, в течение 6 часов, если температура больше 45 градусов, по-моему, уже стерильным становится пыльца. А там в зависимости от температуры. Сколько держится температура, стерильным становится пыльца. Это кто хочет, может почитать, кому интересно. В принципе, не очень, потому что от этого ничего не поменяется. Я затеняю парник. То есть у меня парник вот сейчас так затенен, а потом я на сверху пленку по парнику пускал, я покажу. Просто сейчас я этого не делаю. Ну, понятное дело, еще холодно. После майских вот я это все сделаю. Затеню парник. Да, мне тут нужны форточки. Я хочу форточки сделать, но нет, нет, меня зависит. Я же их делаю. Ну, вот, что хотела сказать. Что касается вот этого обогревателя, который у меня здесь. Ну, конечно, он не сильно... Ой, 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 ой. Сделала так. Ну, еще кто вот думает, что вот если бы я высадила в мае, там бы они не крутила, там бы это не делала. Слушайте, ну я что, в мае не высаживала, что ли? Все то же самое. То есть как бы раньше я помидоры вообще парники не сажала. Я сажала их на улице. Много лет мы это практиковали, пока не плюнули, потому что, ну, помидоры ломились от... Растения ломились от плодов. То есть там буйство такое. В парнике ничего не росло, а там прям вообще что-то с чем-то. Все, ох, ах, какие помидоры. Только урожай мы с них не ели, потому что в один день приходили все черное. Ну, один раз, второй раз, третий, четвертый, на пятый раз, наверное, вам на это надоест, что вы там все пытаетесь-пытаетесь, плюните и не перестанете. Вот так мы плюнули и перестали. Больше этим заниматься. Сажали огурцы на грядке. Отлично они росли. Я в мае вот так бросала семечки, они прорастали. И вообще не мучилась я ни с пленками, ни с чем. Все прорастало. Потому что в деревне так, думаю, что, растло у всех, у всех людей. Ну, и у нас росло несколько лет первое. А потом, когда все это заразилось, земля уже не стала такой хорошей, быть новенькой, свеженькой, без болячек. Все заболело, заразилось, и перестало все расти. Поэтому все теперь только вот в парниках. Все это относительно, и все весьма индивидуально. Все это проходили, все это уже было. И опыт выращивания в деревне большой, потому что бабушка выращивала, и все росло, да, все росло. Но почва другая. Удобрения органических хоть отбавляй, то есть без проблем. Навоз, зола, все было. Слое, так сказать, мульча, трава, сено. Все это было. Пошел, там клубнику обложил сеном, соломой, нет проблем. Здесь так не выходит. Ну, и, в общем-то, в деревне и жизнь другая. И жить так, работать, как в деревне, ну, не каждый человек сможет. Физически тяжелый труд. Кто, у кого есть скотина, те знают, что не заболеть нельзя, не отъехать никуда нельзя, не отлучиться. Это тяжелейший труд. То есть болен ты, температуру тебе, ты должен встать, пойти накормить тех же кур, тех же там поросят, свиней, корову подоить, выпустить, выгулить. Ну, вот сто раз подумайте, надо вам такое органическое удобрение, а? Хотя держали скот, когда я говорила бабушке, а зачем, может, не надо, уже возраст был у бабушки там за 60 лет, все, держали скотину. Она говорит, а навоз, а как огород? Ну, логика-то была, да. Хочешь есть свое, без нитратов, без химии, выращивай и скотину тогда. Но это жизнь положить на это надо тогда. Нет, будем вот так вот. Где-то органическое, где-то неорганическое применять. Ну, в меру и с умом. Поэтому всем... Поэтому вот так вот. Ладно. Что? Ну, вроде бы все. Посмотрим, как это все будет. Как это отреагирует растение. Завтра все увидим. Есть на что посмотреть, с чем сравнить. Сегодня я еще их подвязывать буду. Пусть они сейчас обсохнут. Ничего сейчас не буду делать с ними. Но лес такой, конечно, они молодцы. В том году у меня такого не было. И даже в позапрошлом такого изобилия не было. То есть они сейчас у меня... То есть они сейчас у меня... Ну, я считаю, что это из-за того, что добавила я сюда обогреватели. И это улучшило их. Кстати, обогреватели я купила на 600 ватт всего. До этого у меня было на 200 ватт для парников. Он у меня там сейчас в другом парнике. А до этого вообще никаких обогревателей не было. Пленкой накрывала я в морозы. Вот так вот пленку крепила. Просто вот к этим... Ну, вот такими вот прищепками крепила пленку. И это была как бы стена такая из пленки. И здесь накрывала, и там накрывала. И все нормально. Они заморозки выдерживали тоже. Но с пленкой возиться надо. А потом я... Вот такой пеноплекс у меня от бассейна. И я просто пеноплексом выкладывала по периметру, обкладывала все. Это в том году я так, позапрошлом году тоже так делала. Ну, а в этом году я себе облегчила участь. Подумала, ну, подумаешь, я заплачу там на 500 рублей больше за электричество. Да бог бы с ним. Но не буду я бегать ни с пеноплексом, ни с пленкой. Купила я этот инфракрасный обогреватель, терморегулятор. Вышло у меня это 1200 где-то, может, 3. Мои все это мне подсоединили. И как бы вот этот конвектор я в помощь сюда принесла. Потому что он у меня есть. Почему бы не принести? Пусть будет. Сейчас пока заморозки, потом унесу домой. Ну, почему бы нет? В наш век технологии. А почему нет-то? Почему надо вот горбатиться там и не использовать? Если у кого есть возможность использовать. Нет, некому подключить вам такой вот обогреватель. Ну, вот конвектор. Он отлично подходит для этих целей. Во-первых, есть терморегулятор. Вы можете выставить температуру, он будет автоматически отключаться. Во-вторых, посмотрите, он закрыт везде. Сюда капли воды не попадут. Ну, товарищи, ну что? Ну, вопрос, цена вопроса. Да, там может быть сейчас сколько он? 4 тысячи стоит. Я не знаю. Это Витек у меня я покупала. Я его по акции покупала. Даже, по-моему, дешевле. Он один был у них. В МВидео. Пришла, купила. Увидела. И купила сразу. Что бы не купить по акции. Я не помню. Я, по-моему, даже за 3,5 его купила. Все, такой же терморегулятор. И не надо даже с инфракрасным мучиться. Смотрите. Лед. Настоящий лед. Вот такое вот у нас майское утро. Ладно. Пока я здесь ничего делать не буду. Пусть все это обсыхает. Пусть все это закрепится. Впитается растениями. Сейчас хорошая, идеальная погода. Для того, чтобы было их обработать. Температура идеальная. Пусть стоят, наслаждаются. Впитывают. Получают, так сказать, удовольствие. А вы посмотрите, насколько я говорю. О чем я говорю. О том, что, смотрите. Сколько здесь. Вот это, кстати, одна у нас цветла уже почти. Тут вот вторая цветет. Только в два ствола еще стала завязываться. А вот эти вот вовсю тогда, еще раньше в два ствола пошло. Один, два, три, четыре. Смотрите, ну такой мизерный, а уже он норовит распуститься. И тут еще пасынки надо уже обрезать. Но это не сейчас, потом приду. Вот он пасынок. Надо обрезать. И смотрите, уже норовит тоже вот пустить кисть. Мне вот этой хватит. Один, два. Через одну завязывается симбат. От симбата бычьи сердца. Смотрите, идет раз, ветка пошла. Две ветки пошло. Опять кисть. Одна, две, опять кисть. Вот здесь вот одна, две, кисть. Через две ветки кисть. Прямо строго. Две ветки, кисть. Две ветки, кисть. Одна. Вот кисть идет. Ну, если это считать, второй. Вот кисть опять. Давайте на это посмотрим. Вот кисть. Раз, два, кисть. Раз, два, кисть. Через две веточки. Здесь что? Здесь кисть. Раз, два, кисть. Раз, два. Ну, здесь вот не пошло. Здесь штука начинает. Здесь еще на этой нет. Через две веточки кисть. А здесь что? А здесь по-другому. Идет. По другой схеме. Смотрите. Вот один. Кисть. Через одну. Через одну. Здесь по-другому. Ну, в общем-то, и эти, товарищи, Верочка начинает прям обильно цвести. Ничего, значит, нормально пойдет. Все будет хорошо. Ладно, пойду дела делать. Ладно, пойду дела делать. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова